итак добрый день сегодня мы с вами будем заниматься архикадом это будет следующий урок поговорим про основные размеры как их расставить отредактировать по плану первого второго и внешними габаритными цепочками займемся как настроить все параметры для размеров и так далее если вам нравятся мои видео уроки не забывайте подписываться спасибо так вот в одном из предыдущих видео мы уже конкретно по предыдущему видео расставили маркировки помещений здесь я оставил предыдущее по обозначению чтобы если в кружке просто маркировка если необходимо маркировка и площадь для тех кто не видел будет сверху описание как и самого последнего видео также и плейлиста по всему архикаду если мало ли кто-то еще его не видел так вот как у нас настраиваться основные размеры как они проставляются я нахожусь на плане первого этажа воспользуюсь функции построения линейного размера что мне необходимо сделать и какие настройки первоначальные мне необходимо принести функцию построения линейного размера первую очередь но слой для которого относятся у нас по умолчанию программа воспринимает то что это общие размеры способ построения мы с вами будем делать линейное построение если вы воспользуетесь функцию общего базового размера то там у нас будет кругляшочек а не засечка что немного затрудняет нам весь процесс моделирования геометрический вариант выбираем выпадающие менюшки чтобы строились в оба направления стенку многослойная пока не образмериваю поэтому я засечку здесь не ставлю функция не активна тип маркера я выбираю что у меня будет засечка без дополнительных вспомогательных линий второй пункт расположение текста над линией размер шрифта два с половиной миллиметра шрифт я буду использовать стандартный классический для меня шрифты секпиур вы можете использовать свой хоть гостовский я обычно люблю секпиур он максимально приближенные конфликта никаких не возникает в сторонних программных комплексов и на pdf он выводится адекватно дальше текст пира и все остальные настройки мы с вами сейчас произведем где заходим в параметры размерного нашего стиля что я здесь делаю во первых перо линии засечки нажимаю перехожу мне интересно чтобы у меня линия засечки была толщиной 0 5 миллиметров вспомогательная линия вспомогательная линия мне нужно чтобы она у меня была 0 2 миллиметра тонкая линия по госту дальше что мы проверяем перо для нашего текста текст у меня будет 0 2 миллиметра могу выбрать вот это 0 2 перо универсальное дальше не даю дальше в параметры величина размерных засечек 0 5 миллиметра будет слишком минимальная давайте поставим 3 миллиметра либо два с половиной чтобы у меня высота размерной засечки соответствовала высоте текста здесь уже в реальную величину линия выноски проверяю что у меня стоит активная функция линии выноски и мне необходимо чтобы у меня было подчеркивание данного текста дальше уже программа сама определиться либо над надписью сверху либо мне интересно чтобы у меня она была ниже дальше что сплошная линия для нашей выноски опять же тонкая 0 2 миллиметра следующий пункт все остальное пока мне еще не нужно если что под настроем окей что я проделаю покажу сначала идеальный вариант расстановки наших размеров что я делаю на угловых точках пересечения где у нас находится перегородка со стеной либо стена со стеной без разницы я ставлю первую базовую точку вот вы видите она появилась на пересечении ставлю вторую двойным нажатием левой клавиши мыши по пустому пространству меня появляется молоточек который символизирует о том что где у нас будет поставлен наш размер соглашаясь с выполнением данного действия на одном помещении мы с вами рассмотрим идеальную расстановку размеров по одному конкретному помещению во втором направлении нашего санузла ставлю также размер что мне еще нужно габарит моего дверного проема и привязка к двери к стене окей нажму два раза escape и передвину текстовое значение пока с выносками не разбираемся что мы делаем теперь это идеальная простановка но предположим у меня это помещение достаточно мало и два размера и три стола три триста десять и габарит нашей двери будет достаточно проблематично уместить я могу что сделать либо удалить те размеры которые у меня были уже с моего дверного проема либо зажатой клавишей control добавляю еще дополнительные точки в размерную цепочку которая у меня выполнялась ранее так же я мог проделать и с дверью я буду так экономить размеры до участков моей стены и тут я вижу то что у меня не кратное расстояние дверного проема и мне нужно будет его немножко сместить двери немножко смещаю на 4 миллиметра все размеры у меня выровнялись идем дальше следующее я воспользуюсь пипеткой применю параметры и начну расставлять остальные размеры раз точка два точка двойным нажатием ставлю размер раз точка два точка двойным нажатием выставляю размер я вижу то что здесь у меня случайно еще пикнул какой-то набор линий для простановки размера подсвечиваю размер сам и зажатой клавишей control убираю лишний измерительный пункт он скорее всего зацепился за перекрестика которыми я была образмерим все наши помещения здесь уже через функцию построения линейного займусь раз точка два точка раз два здесь габариты помещения позволяет образмерить и дверной проем и сам элемент в отдельности два вспомогательную линию привязки пока не меняю габарит нашего сложного помещения два три ставлю основной размер дальше раз два напоминаю то что все внешние элементы внутри образмеривать не нужно поэтому я двери и не трогаю наружные три ставлю размер раз два раз два то что касается габаритных размерных цепочек которые у нас находятся сейчас нажму escape передвину размером немножко мне не нравится некорректно построим здесь размер замечательно вместить самой двери продолжу построение смежные помещения мне достаточно только для одной кладовой поставить размер этот размер будет символизировать давайте его передвину немножко этот размер будет символизировать ширину и наши по сути дела кладовой и ширину нашего гаража парочку размеров у нас осталось и будем заниматься габаритами так 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 здесь еще раз два внешняя граница стены окей мы с вами с этим разобрались внешняя габаритно размерная цепочка которая проходит у нас за пределами нашего объекта и должна быть по всему контуру я образмериваю раз . два . три если обратите внимание у меня здесь выноситься размер не хотел я его переношу немножко в другую область чтобы выделить круг необходимых моих размеров здесь проделаю то же самое раз только теперь уже дверной проем я включаю в габаритную размерную цепочку иду по окну как я мог поступить иначе сейчас покажу на примере с другой стороны включаю габарит на примере с другой стороны я мог поставить значение сначала только крайних размеров а потом подсветить размер и зажатой клавишей control поставить необходимые точки для ускорения того процесса которым я занимаюсь сейчас и проделаю ту же самую функцию с другой стороны вот таким вот образом давайте настроим вспомогательную линию для основных наших размеров потому что мне немного дико когда у меня вот такие выносные линии присутствуют на моем чертеже мне они не нравятся что я сделаю подсвечу размер зайду в параметры поставлю на данный вариант просвет до выносной линии не 300 от предположим 20000 да не будут кидаться у меня тапками дело в том что в строительных чертежах выноски от строительных элементов основного каркаса не нужно делать вспомогательными выносными линиями это я про то что вот здесь вот эта выносная линия меня немножко бесит я буду делать строительный чертеж хоть и делаю его в архикаде не пугайтесь для тех кому необходимо поставить отступы в размерных линиях от самого элемента вы соответственно выбираете необходимое значение вот я во всяком случае решаю эту проблему именно таким образом окей увидим что у нас получилось достаточно красивый размер соответственно что я сделаю мог я присвоить значение по элементу но я присвою это через выделение всех зайду в параметры и поставлю здесь значение 20000 окей появляется достаточно аккуратные размеры что я проделываю теперь выноску моих элементов численный показатель я подсвечу только тот элемент который необходимо вынести я могу посмотреть то что при выноске у меня появляется строится стрелочка но выглядит она достаточно некорректно я нажимаю параметры только данного элемента и что я здесь сделаю во-первых у меня да стоит галочка строить полку выноски поставлю здесь 45 градусов и заблокирую чтобы в дальнейшем они у меня менялись только под 45 градусов дальше чтобы у меня был текст подчеркнутый выноску с последней строки маркер маркер я выберу на самом деле тот который не попадается нам в глаза это пунктирный окей и перенесу размер на самом деле выше полки выноски вот таким вот образом чтобы он смотрелся приемлемо все остальные размеры подредактируем чтобы они были красивые и читаемые например в в в в в Тогда настрою его вручную, ок, ок, 45 градусов, стрелочку уберу, настрою отображение самой полки выноски. Вот таким вот образом. Все остальные элементы внутри моего чертежа я также подкорректирую. Не люблю, когда чертеж замусорен дополнительными элементами. Дополнительные элементы это полки различных выносок. Соответственно зайду в параметры, чтобы смотрелось более аккуратно. Вот таким вот образом. Теперь, что нам не хватает? На самом деле, сейчас я вот здесь тысячу перемещу. Хотел сказать, вы молчите, мне не говорите, а вы и говорить-то не можете. Так вот. Дальше построим габаритную цепочку, проходящую через наш объект в обоих направлениях, которые будут образмерить все пересекающиеся элементы. Поставлю размер линейный и буду расставлять стенку-стенку-стенку. Сбилась настройка. Вынесу получившийся размер. На самом деле, теперь я вижу то, что у меня дублируется размер габарита моего помещения, я могу его удалить. Размер проходящий и выходящий из моей стены я могу построить с полкой выноски, чтобы смотрелся он адекватно. Дублирующие размеры смежных элементов я удаляю, выравниваю размеры, чтобы они смотрелись считаемо. В одном направлении проделали, проделаем и во втором. Раз, два, три. Опять же проверяем, где у меня попадается дубляж моих размеров. Здесь размер нашего дверного проема я вынесу. Вижу повторяющийся размер габарита моего помещения, спокойно его удаляю, 120 миллиметров вынесу, чтобы смотрелся он более эстетично. Размер суммарный по сути дела 3,190 и 3,430 я могу в принципе удалить, могу оставить этот размер, не критично. Старайтесь у смежных помещений проверять, чтобы не было размеров, которые могут повлиять на общую считаемость вашего объекта. в данном случае здесь у меня. Передам размер. Сейчас функция сработала. Для тех, кто не понял, что я сделал. Ctrl-Z. Ну и надеюсь, что вы смотрите видео, потому что я для вас как-то это делаю. Делаю выноску, я вижу то, что у меня формируется стрелочка, подсвечиваю размер, который уже настроена полка выноски, передать параметры и нажимаю на наш размер. Параметр передался, теперь необходимо отредактировать, чтобы корректно отображалась выноска. Вот таким вот образом делаю, стараюсь максимально аккуратно. Под 45 градусов. Для тех, у кого изникает вопрос, почему полка выноски такая большая, вы можете ее сделать ниже. Дело в том, что полка выноски находиться должна под углом 45 градусов. Здесь передам параметр, скорее всего, немножко разные размеры. Передать параметр. К вопросу, какие у меня параметры у полки выноски итоговые. А то вы скажете, я здесь чудил много. перехожу в размер. И вот параметры полки выноски. Можете скопировать себе и строить так, как вы посчитаете нужным. Если вы не хотите видеть маркер размера, вспомогательного маркера, вы можете поставить значение нулевое, чтобы у меня никакого штриха, ну либо он будет предельно мал, не было. Чтобы они чертеж не накладывали друг на друга. так у нас выполняется план первого этажа. План второго этажа. Перехожу на него. Проделываю те же самые действия. линейный размер. Раз уже пошел по стенам, тогда пойду по стенкам сначала. Раз, два, три. Программа не смогла определить. Четыре. Эскейп и перенесу. А то они слишком страшно у меня смотрятся. Вроде бы как размер поставил в одном месте, а на самом деле построил его совсем другом. программа. Подвисает немного программа. Перенесу его сюда. Полку выноски сразу же отредактирую, чтобы потом ее не забыть. раз, два. Чем больше вы работаете в программном комплексе, тем быстрее вы будете выполнять необходимые построения, независимо от уровня сложности проекта. три. Ставлю дальше размер. Раз, два. Габарит моей двери, привязкой двери к стене. Два. Поставлю его здесь. Полки выноски сейчас настрою. Помещение. Два. Напоминаю, что не ставьте размер для внешних элементов внутри нашего объекта. Это ненужная работа. клавишей control подсветите сначала размер. Клавишей control добавляю доп.размеры для помещения. Здесь ставлю размеры, проходящие через мой объект. Пойду. Раз, два. Мы же помним, что там у нас дубляж был. Три. И последний размер. Раз, два. Еще дверь забыл. Добавлю его в общий размер этого помещения. Раз, два. Настраиваю все необходимые выноски. Подсвечиваю. Отодвигаю. Стыкую. Подсвечиваю. Размеры не должны у нас оставаться в конструктивных основных элементах. Не забывайте. То есть в несущей стене у нас размера с вами быть не должно. Вы его собственноручно корректируете. Здесь размер. Накладывается на наше обозначение номера помещения. Отодвину номер. Сами размеры между собой могут пересекаться. Вот как у меня вот здесь. Теперь настрою пересечение вспомогательных всех линий. Размерных. Слишком большие у меня выступы от размерных линий. Параметры. И они ушли. Теперь габаритная размерная цепочка проходящая через весь наш объект. Проверяю только сразу же настройки отступа от нашего элемента. И пошел. Стенка. 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 Ограждения мы с вами не образмериваем. Они относятся к изменяемым элементам. Я вижу то что у меня уже выноска сбилась. Ну ладно сейчас придется редактировать. Наружные элементы добавляем в общий размер. Два. Три. Четыре. Придется поставить здесь размер и потом я его пододвину. ближе к нашему объекту. Доделаю оставшуюся габаритную размерную цепочку. раз. Крайние. И еще раз отработаем функцию. Сейчас поставлю его. Свечу. клавишу. Раз. 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 Два. Снова размер. Иду чисто по стене. крыша у меня будет выноситься план кровли. Штриховку поверхности крыши я подсвечиваю и убираю. мне она не нужна. Штриховка поверхности. На планах штриховка поверхности элементов не добавляется. здесь я вижу стенку, которая по сути дела у меня находится на одном и том же уровне. Верну штриховку и задам закраску просто слоя монотонную. Дне материала, а использую штриховку. Не ту штриховку использовал. Кроме будет он. Вот таким вот образом. Если вам не нужно отображение вспомогатель линии у крыши, заходим в вид и убираем обозначение опорные линии крыши. У вас линия вспомогательная у крыши исчезнет. Мы с вами произвели первоначальную настройку по всем необходимым элементам. Поставили маркировки помещений. Сейчас у меня вот здесь еще выступы всех необходимых элементов я подправлю. И расскажу, что мы с вами будем делать далее. Также редактирую отступ. Также редактирую отступ. Выноску элементов тоже подредактирую. Здесь отступ у меня не изменился из-за того, что у меня дополнительных элементов много. Все выноски я настраиваю и вижу, что у меня еще размерный текстовый стиль немного нисходится с тем, что у нас с вами вынесено у размеров по нашему объекту. Соответственно, я тоже привожу к единому виду все необходимые размерные стили. Если вы где-то используете курсив, а где-то не используете, это не совсем корректное отображение идет на чертеже. Поэтому все элементы текстового стиля... Кстати, вон он сверху. Курсив я уберу. Соответственно, поставлю и секпиур. Чтобы везде был, лучше сменить его изначально раз и сменить его второй раз. И секпиур. Дальше. Перо. Придем к единому виду. 0,2 мм. И... Вроде бы как из основного все. Сегодня мы с вами расставили основные размеры по плану первого этажа. Оформили их соответственно нормативно-технической документацией. Здесь я вижу то, что у меня еще дверь немножко придется смещать. Потому что она... Иначе расстояние от основных стен не кратно 10 мм. Чего приемлемо делать. Я вижу то, что здесь на 3 мм мне надо сместить. И в соответствии с этим нужно проверять все остальные элементы. Здесь я еще вижу то, что у меня маркировка накладывается. Мне нужно ее выносить на размеры. И... Во всех остальных случаях вроде бы все выглядит достаточно прилично и приемлемо. Здесь еще размеры настрою. Мечта перфекциониста. А то потом скажете то, что я не настраиваю. И сейчас расскажу, чем мы будем заниматься с вами далее. Курсив выключу. И шрифт почему-то. Ариел использовался. И секпиур. Перо 0,2 мм. Все. Здесь еще высота текста разная. Раз, два. Три, четыре. Зайду в параметры. Мне интересует высота текста. Два с половиной. Просто его перенабираю. Растяжение оставляю. Все остальное у меня влезает. Нажимаю ОК. Вижу, что все равно у меня идет большое несоответствие размеров. Здесь осталось двойка. Два с половиной. Два с половиной. Два с половиной. Итак, на следующем занятии мы с вами будем заканчивать оформление по нашему плану. По нашим планам. Сделаем план кровли. Ну, надеюсь, что сделаем. Посмотрим. Я еще проверю все данные, все ли мы с вами выполним. И будем приступать к дальше. Если вам нравятся мои видео уроки, вы знаете, что нужно делать. Не забывайте подписываться. Спасибо и всего доброго. Спасибо.